МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Махачкала, возможно, больше не будет делиться на районы. На очередной сессии Народного собрания депутаты рассмотрят изменения в ряд законов. Закатал деньги в асфальт. В Москве арестован глава управления федеральных автомобильных дорог Каспии Сергей Улеев. Страшная дорога в школу. Собаки, мусор и отсутствие света. Родители учащихся из города Дагестанские огни пожаловались в Общероссийский народный фронт. Дагестанские депутаты могут лишить Махачкалу внутрирайонного отделения. Об этом сообщает МК в Дагестане. Народное собрание планирует рассмотреть поправки в республиканский закон об организации местного самоуправления. Законодательное новшество предполагают создание одноуровневой системы управления, которая позволит оптимизировать расходы на ее содержание. Целые районы республики могут стать муниципальными округами, полностью избавившись от сельских администраций. Новый статус может получить и столица республики, отказавшись от внутрирайонного отделения. В случае принятия данных поправок уже в будущем, в 2020 году, в Махачкале будут избирать депутатов только городского собрания. Районные представительные и исполнительные органы власти будут ликвидированы. В Москве арестован глава управления федеральных автомобильных дорог Каспии Сергей Улеев. Его подозревают в получении взятки в размере 6 миллионов рублей. По версии следствия, подозреваемый потребовал деньги от предпринимателя за победу в тендере на ремонт автодорог Астрахань-Махачкала, реконструкцию и строительство федеральной автомобильной дороги М29 «Кавказ» и не только. Общая сумма заключенных контрактов составила более 3 миллиардов рублей. Подстража Улеев пробудет по меньшей мере до 22 декабря. В селении Меуси-Ша до Хадаевского района опять неспокойно. Как мы передавали ранее, жители села выступают против проведения водовода в Уркарах через территорию их села. Люди уже несколько дней протестуют в местности Бутаула и препятствуют работе техники. Вчера сотрудники местной полиции пытались разогнать стихийный митинг, но, видимо, безуспешный. Вот сегодня на подкрепление к ним для поддержания правопорядка прибыли сотрудники Росгвардии. Голодовка как форма протеста. Жители трех сел Тарки, Альбурикен и Кихулай требуют от властей Дагестана вернуть им исконные земли. Как считают местные активисты, земли достались им от предков, а те, в свою очередь, получили их в законное пользование еще в далекие 50-е. С участниками акции в микрорайоне ДОСААФ встретился мой коллега Камиль Девятов. Почему наши участки не выделяются? Вопрос, на который пока нет ответа. Земли, переданные государству на постоянное пользование, нам перешли к совсем другим владельцам, утверждают люди. Проблема у нас с землей. С 89-го года правительство не смотрит. У нас акты есть государственные на этой земле, колхозные земли, государственные акты есть у нас. Есть постановление Сталина от 43-го года переселить горные районы Дагестана на неизменность. Даниал в 44-м году переселяет наши колхозы, трех колхозов, Кахлай, Тарки, Ахлай, Хасаревский район, колхозные земли, Акушинский, Гунипский, Ласский район, на наши земли. Жители трех поселков вынуждены были объявить голодовку. Цель – привлечь внимание общественности и руководства республики. Васильеву тоже отдал имущество, туда передал эти бумаги, а там они ничего не могут делать. Мы хотим встретиться с Васильевым. Встреча головой Дагестана. И все. Васильеву. Пускай они вот этот закон исполняют, который они утвердили. Все здесь чиновники сидят по 20-30 гектаров, имеют земли. А в данный момент поселок Альбурген, Кахлай и Тарки страдают. Живут по 10 братьев, по 5, по 3. Нам никакой камень не разрешают. Мы обращались в Кировский район, начальнику. Он сказал, если кто-нибудь сюда камень поставит, позвоните. Мы звонили участковому, 11 домов построили, крышу закрыли. Мы уже ничего не можем делать. А когда крышу закрывали, почему не смотрели? Земля всегда была причиной многих конфликтов, поэтому вопрос требует тонкого подхода. Но на сегодня ситуация сложная и запутанная. На одной стороне те, кто считают ее историческим наследием предков. На другой – люди, которые на вполне законных основаниях построили дома и уже живут здесь не первый год. Другой вопрос – а законно ли выдавались разрешения на эти участки? Но это уже совсем другая история. Камиль Девятов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Сотрудники управления Россельхознадзора выявили грубейшие нарушения в ходе плановой проверки на животноводческой ферме «Мужукайская». Установлено, что в 2018 году на площади 189 гектаров высеяли семена зимой пшеницы без документов, подтверждающих их качество и безопасность. По итогам проверки составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание об устранении нарушения. Продукция, не имеющая соответствующих документов о своем качестве и безопасности, несет вред жизни и здоровью как человека, так и животных. Собаки, мусор и отсутствие света. Жители города Дагестанские огни жалуются на препятствия по дороге в школу. Представители Общественного народного фронта совместно с администрацией провели мониторинг нескольких опасных участков, находящихся вблизи общеобразовательных учреждений. Об итогах проверки в сюжете Патимат Ханаваин. Самая большая трудность и опасность – вот этот мусор, который вот здесь. Дети здесь лазают, здесь коровы, здесь собаки, что только здесь не бывает. Хотелось бы, чтобы вот этого не было. Это улица Максима Горького. Здесь находится школа номер 6, а в следующем году должна открыться еще одна. Но это не мешает огромным мусорным бакам находиться в нескольких метрах от образовательных учреждений. Неприятный запах стоит на весь квартал. Запах тяжело будет пройти. Иногда будет мед, и собаки бросают здесь, расписывают. Тем более школа находится здесь. Казалось бы, решение очевидное и простое. Найти для мусорных баков другое место. Однако, как говорят чиновники, так проблему не решить. Перенесут. Вонь будет в другом районе. Тут проблема в чистоте вывоза мусора операторами. А как вот? Нельзя вопрос решать? Я вообще не представляю, что есть невозможное. Невозможно нас с вами, наверное, вчерашний день вернуться. Час назад. Мы не можем. Мы же дальше живем. Мы же должны думать. Мы его, конечно, уберем. Здесь пересечку нельзя. Обязательно. Горя большая. Нету другой возможности. Из-за того, что не увозят, как мы требуем, два раза в день операторам. Из-за этого они поставили большие коронавируса. Отсутствие освещения и бродячие собаки. Эти проблемы встречаются здесь практически на пути к каждой школе. Тем более, что во многих образовательных учреждениях все еще двухсменка. А значит, детям по этим небезопасным дорогам возвращаться в темное время суток. У меня внук ходит в школу. Во-первых, собаки ужасные. Вот такие огромные собаки. Во-вторых, освещения нет вообще. И вот это то, что машины сюда заезжают на большой скорости, очень смущает. Ребенок выйти не может. Они круглосуточно закрыты у нас. Всегда провожаете ребенка? Всегда провожаем, всегда встречаем. Уже третий класс встречаем, провожаем. Так что обратите внимание, пожалуйста. Это актуально прям стоит острый этот вопрос. Весь собранный фотоматериал и реестр потенциально опасных участков будет передан в соответствующие структуры. Также подобные выездные рейды проведут и в других городах республики. Сообщить о потенциально опасном пришкольном участке может любой житель. Достаточно лишь отправить письмо в региональное ОНФ. По итогам сегодняшнего рейда можно сказать, что все эти нарушения и все эти претензии родителей, населения Дагогни, они в принципе подтвердились. И то, что мы проехали по объектам, вот мы в частности первая, четвертая, пятая и шестая школа, все, что было написано, все соответствует действительности. По каждому объекту есть, конечно, свои какие-то моменты, которые объясняют ту ситуацию, которая на сегодняшний день есть. Но в любом случае, понятно, что надо принимать решения по каждой улице, по каждой школе конкретно. В свою очередь администрация города обязуется оперативно среагировать на сделанные замечания. Мы, естественно, определенные коррективы в наши программы внесем. Необходимые срочные вопросы, которые необходимо рассчитывать, где-то лампочки, где-то освещение. Это, конечно, надо моментально сделать. А те глобальные, которые необходимо внести коррективы в программы, где республиканская, где местная, где федеральные программы, мы внесем изменения и постараемся их ликвидировать. Население видит, а городское руководство не видит. Это неправда. Эти все проблемы у нас обозначены, они есть на контроле угловые. В мере возможностей, какие появляются в администрации, мы стараемся именно, где социальные объекты, выполнять работы по благоустройству, созданию комфортной среды. По итогам проведенного мониторинга состоится круглый стол с представителями ГИБДД, администрации, профильных министерств и родительского сообщества. Там и будет разработана дорожная карта по исправлению выявленных недостатков. По теме от Ханапова Магомед Магомедов, новости ННТ, Дагестанские огни. Ремонт автодороги Хасайюрт-Бабайюрт завершат уже осенью 2020 года. Реконструкция одной из важнейших дорог опорной сети началась в августе этого года. Первые 5 километров планируют сдать уже в ноябре, а остальные 10 будут сданы через год. В сутки по этой трассе проезжают более 16 тысяч автомобилей. Отремонтировать дорогу не удавалось на протяжении многих лет, несмотря на постоянные жалобы граждан, обращения общественников и депутатов. Через год этот участок будет сдан в надлежащем виде. В целом, по программе Минтранса Дагестана, в этом году предстоит отремонтировать порядка 300 километров дорог по всей республике. В Дагестане самые низкие цены на сырое натуральное молоко. Таковы результаты федеральных исследований, проведенных аналитическим центром Milk News. Так, в республике молоко реализуется за 18,5 рублей за килограмм, что является самым низким показателем в стране. Дешевое молоко также в Чечне и Оренбургской области. Дороже всего молоко в северных регионах страны. При этом, по сравнению с прошлым годом, цены выросли на 13%. Международная просветительская акция «Географический диктант-2019» накануне состоялась в Дербенте. Участники мероприятия в течение 45 минут ответили на 30 вопросов, которые были заданы на большом экране вместе с иллюстрациями. В этот день диктант писали во всех регионах России и более чем в 100 странах мира. Результаты будут опубликованы в ноябре. Это все к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин